На дорожках как начинающие фехтовальщики, так и те, кто уже показывает достойное владение шпагой. В открытом первенстве города участвуют больше 200 спортсменов. Возраст участников турнира от 8 до 17 лет. Руку, как говорится, набивают, опыт получают. Ну и, конечно же, получают за победы разряды. Кто-то выполнит свой первый разряд, кто-то может уже выполнить какой-то кандидат в мастера спорта. Все покажет сегодняшний день. Практически половина шпажистов – сочинцы, воспитанники 9-й спортивной школы, единственной в городе, где развивается этот вид спорта. А тренируют ребят-мастера спорта России. В течение четырех лет уже мы заняли в крае первые места командные и личные первые места. И некоторые ребята, которые показали хорошие результаты на России. У нас занимается около 160 человек, которые четыре тренера. Но сейчас мы думаем еще два тренера взять и добавить детей. Желающих очень много. Посещение соревнований для зрителей свободное. Есть возможность не только познакомиться с техникой и стилями такого захватывающего вида спорта, но и записать ребенка в секцию. Наряду с сочинцами свои приемы владения холодным оружием показывают и представители Краснодара, Белореченского района Крыма, Армавира, Республики Северная Осетия, Алания и Ростова-на-Дону. Катя Сухович в этом виде спорта чуть больше полугода. Но это уже третьи выездные соревнования. И в сочинском турнире она постарается достигнуть своей цели. Самый главный соперник – это я для себя. Я должна победить себя, чтобы победить соперника. У меня еще нет разряда. Я хочу получить разряд, получить место для того, чтобы показать то, что я умею что-то. Сегодня прошли личные и командные соревнования по шпаге. Завтра юные фехтовальщики поборются за места в других видах оружия – рапири и сабли. Награждение победителей и призеров грамотами и медалями состоится 6 мая. Татьяна Говоркова, Вадим Даниловский, телекомпания ФКТ.